В областном Акимате под председательством главы региона состоялось очередное заседание аппаратного совещания. На повестке дня были рассмотрены два вопроса – ход подготовки кормов для животных и работа по изучению и исполнению обращений населения Курдайского района, опубликованных в соцсетях. В этом году прогнозируется, что предстоящая зима будет суровой. По этой причине заготовка кормов для скота является одной из важнейших задач для животноводов. Руководитель управления сельского хозяйства отметил, что работы по заготовке кормов на зиму уже начаты. На сегодняшний день трав и сено скошено на общей площади 407,4 тысячи гектаров. Из них 185 тысяч гектаров – многолетние травы, 133 тысячи гектаров – луговые травы. Вместе с тем с прошлого года осталось 250,7 тысяч тонн сена. Необходимы оборотные средства для своевременной заготовки крестьянскими хозяйствами кормов, оплаты труда работникам, обновление уборочной сельскохозяйственной техники и на другие сезонные работы. Учитывая это, в 2023 году со стороны товаропроизводителей было внесено соответствующее прошение. В результате в министерство было направлено письмо о необходимости дополнительного выделения 6 миллиардов тенге. Советник Акима области рассказал о ходе выполнения поручений данных главой региона в ходе личного приема жителей Кордайского района. В результате анализа, проведенного на официальной странице района, из 33 обращений, поступивших с начала года по сегодняшний день, по 15 получен ответ, а 18 остались без ответа. Среди частых проблем отсутствие уличного освещения, питьевой воды, качество дорог. Глава региона отметил, что здесь важно принимать правильные решения. Во-первых, скважины расположены ниже населенных пунктов. Это значит, что при подаче воды нам нужно будет использовать гидронасосы. Уважаемые коллеги, при разработке проектно-сметной документации нужно учитывать такие ситуации в обязательном порядке. Во-вторых, уделять внимание качеству проводимых работ. В свою очередь, Аким Кордайского района заверил, что все поднятые вопросы будут решены в ближайшее время. На аппаратном совещании также были рассмотрены и многие другие важные вопросы по повышению потенциала Жамбулской области. На ответственных лиц возложены конкретные задачи. Нуржан Нуржигитов поручил Акимам районов на постоянной основе проводить разъяснительную работу по недопущению вывоза кормов, необоснованного завышения цен. Для своевременной подготовки кормов к зиме в районах необходимо еженедельно устраивать ярмарки.